Друзья, привет! Нахожусь на очередном из наших объектов. Выполняем работы по утеплению крыши. В настоящее время приступили к устройству пароизоляции. Традиционно мы применяем в качестве пароизоляции Дельта Рефлекс. Соответственно, вот такие места крепления от саморезов доски у нас все проклеены. Уплотнительные ленты, также ей перекрыты скобы. Перехлесты проклеили мультибендом и по ленте с вами видим. Здесь у нас идет перехлестное утепление. Прикрутили к стропиле брусок 50 на 50 и между бруском уже вложили плитный утеплитель. Применяем Урсу Тера. Ну и, соответственно, предварительно также выполнили утепление межстропил. Межстропил у нас получается 200, брусок 50. Итого общий слой теплоизоляции на данной крыше 250 миллиметров. Остаются также работы выполнить по устройству пароизоляции. У нас дом деревянный. Имеются вот такие вот уязвимые места. Но обязательно покажем, как будем выполнять вот такие вот слабые места устройство пароизоляции. Для того, чтобы у нас через вот эти вот зазоры, водяной пар, воздух не попадал в конструкцию крыши. Есть также у нас коньковый прогон. Здесь вот уже заказчик сам выполнял работы наши. Такое вот техническое решение, чтобы компенсировать прогибание конькового прогона. Столбы есть, но расстояния очень большие. И с двух сторон прикручены вот такие вот массивные листы фанера. Ну, где-то 18-е, а глаз может быть 20-е. Таким вот образом компенсируется прогиб конькового прогона. Вот эта вещь, он, кстати, согласовывал с проектировщиком. Абсолютно рабочий узел и просто в реализации. Но, тем не менее, он у нас образовал еще вот такие вот сложные места по устройству пароизоляции. Оборачивать вот это вот все дело пароизоляции бессмысленно. Мы его приклеим к фанере. Единственное, что придется нам сделать, это заполнить все вот эти вот щели обязательно герметиком, чтобы, опять же, у нас водяной пар не шел в конструкцию. И вот эти все щели мы тоже зальем специальным герметиком. Вот такие вот пока работы мы сделали.